Казань получила отсрочку за Восточный Казань получила отсрочку за Восточный Кто будет строить на космодроме, станет ясно в январе Газета Коммерсант номер 239 от 26 декабря 2018 года, СТР 5. Производственно-строительное объединение ПСО, Казань депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина Занимающийся строительством стартового стола под ракетный комплекс ангара на космодроме Восточный Смогло избежать банкротства Арбитражный суд закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС Согласно которому Казань может закрыть долг почти в 2 миллиардах рублей в рассрочку до конца 2019 года За погашение задолженности поручилась семья депутата, предоставив в залог свой бизнес Решение о том, сохранит ли компания статус единственного исполнителя работ по стартовому столу для ангары Стоимость которого оценивается в 38,7 миллиарда рублей Будет принято в январе Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между ПСО Казани и ФНС По урегулированию задолженности по налогам в размере 1,89 миллиарда рублей Из них 1,37 миллиарда рублей Составил основный долг 445 миллионов рублей Пенни 76 миллионов рублей Штраф за неуплату налогов Согласно документу, татарстанская компания будет погашать эту сумму равными частями в течение 12 месяцев Ежемесячный платеж составит 157,6 миллиона рублей Кроме того, уплате подлежат проценты, которые будут начисляться в размере ключевой ставки ЦБ Сейчас 7,75% Этот документ подписали 20 декабря замглавы управления ФНС по Татарстану Андрей Некиташин и директор Псоровиль Зиганшин Соглашение обеспечено поручительством юридических и физических лиц Своё недвижимое имущество в залог предоставили татарстанские компании ООО «Тигран», ООО «Центр Транс», ООО «Свияга», ООО «Дорстрой» и ООО «Кварт» Эти компании прямо или косвенно принадлежат членам семьи господина Зиганшина Общая сумма залога составила 2,04 миллиарда рублей И господин Зиганшин дал личное поручительство по долгу своей компании В качестве поручителей выступили граждане Зайнудинов и Хачинян По информации Твердый знак, речь идет о зяте депутата Тимуре Зайнудинове Женат на старшей дочери Аделе, а также младшей дочери господина Зиганшина Динари и Хачинян Утвердив мировое соглашение, судья Михаил Аверьянов прекратил дело о банкротстве ПСО «Казань» Почему налоговые проблемы генподрядчика строительства космодрома Восточный встревожили Роскосмос? Напомним, ФНС обратилась в суд с требованием признать ПСО несостоятельным в середине ноября Изначально сумма долга составляла 1,96 миллиарда рублей Однако к первому судебному заседанию 20 декабря компания погасила около 68 миллионов рублей Стец и отвечу Кхадата иствовали об утверждении мирового соглашения В ПСО ранее заявляли, что долг образовался в связи с задержками выплат по строительству двух стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу Сейчас ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный Татарстанская компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» За 38,7 миллиарда рублей контракт с Роскосмосом был подписан 3 октября Источники «Твердый знак» поясняли, что компания была выбрана не случайно За нее премьер-министр Дмитрия Медведева лично просил президент Татарстана Рустам Менниханов Который весьма трепетно относится к загрузке мощности крупнейшей республиканской строительной компании После того как налоговая подала иск о банкротстве ПСО, руководство Роскосмоса выразило обеспокоенность сложной финансовой ситуации подрядчика Как сообщал «Твердый знак» 11 декабря, в госкорпорации решили не прибегать к экстраординарным мерам, но стали рассматривать вариант с оперативной заменой генподрядчика Как Казань стала генподрядчиком работ по строительству стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный» Вчера в пресс-службе Роскосмоса сообщили «Твердый знак», что руководством госкорпорации утвержден график работ по строительству объектов второй очереди «Восточного», в том числе по стартовому сооружению подкосмический ракетный комплекс «Ангара» Несмотря на ситуацию с долгами, мы надеемся на добросовестное исполнение ПСО Казань взятых на себя обязательств, подчеркнули в госкорпорации В ПСО решения суда не комментируют Ранее пресс-секретарь объединения Светлана Брайловская заверяла, что спор с налоговой никак не отразился на деятельности компании Выполнение работы она не останавливала ни на один день и ни на одном объекте, в том числе на космодроме «Восточный» В свою очередь, источник твердый знак в руководстве Роскосмоса отметил, что пока ПСО напрямую к строительству объектов не приступило Основную работу создания рабочей конструкторской документации ведет 31-й государственный проектный институт специального строительства Минобороны Окончательное решение – оставлять Казань на объекты или же оперативно заменять генподрядчика – будет принято в январе, говорит собеседник твердый знак Кирилл Антонов, Казань, Иван Софронов